Итак, мы с вами, видите, занимаемся такой конкретной узкой темой, темой, которая связана с практикой молитвы и которая, как видите, не столь уже проста, как это может показаться на первый взгляд. Сколько раз приходится говорить – молитесь, молитесь, возлюбленные братья и сестры! Так вот, оказывается, этот призыв просто молитесь требует каких-то объяснений, поскольку молитвою, как мы с вами уже неоднократно говорили, можно действительно очиститься, измениться, приблизиться к Богу. А можно молитвой, молитвой сесть на колени самому сатане? Кажется, звучит это совершенно что-то страшно. На самом деле, именно это так. Так же, как говорят, есть смирение и пача гордости, когда человек кажется, смиряется наружно, а сам мнит о себе, как я не знаю о ком, величайшим, может быть, святом, так и молитва может исходить из разных источников. Поэтому мы с вами, смотрите, сколько раз повторяем, повторяем слова преподобного Петра Дамаскина – первым признаком начинающегося здравия души, первым является видение грехов своих, а вовсе не играние благодати, вовсе не появление сладости, вовсе не видение того, как бьётся моё сердце, вовсе не то, что я теперь и есть почти не хочу, и спать почти не хочу, – вовсе не то, что мне и в мороз даже не холодно. Вот кажется, что это за слова? На самом деле, именно так. Мы с вами уже неоднократно говорили, как люди, для большинства людей, если у человека вот эти все зимой ходят в одних сандалиях, ест мало, спит мало, предсказывает события, а если ещё и творит чудеса – всё! Больше нам ничего не надо! Никогда даже в голову не приходит мысль, о каком источник этих чудес. Совершенно не обращаем внимания на слова самого Христа, что лже-христы, лже-пророки дадут великие знамени и чудеса! И, кстати, я думаю, что это пригодится, и не так уже долго ждать, когда придёт величайший чудотворец, которого ещё не было в истории, и все ринутся к нему, наконец-то явился спаситель мира! И это будет антихрист! Я особенно подчёркиваю, что это будет величайший чудотворец, я особенно подчёркиваю это! Вот как бы это дошло, я не знаю! Для народа больше ничего не надо, кроме чудес! Больше ничего, больше, не надо! Даже никто не смотрит, что там, какая жизнь, в чём причина, как достиг, ничего! Чудеса творятся – всё! Всё! Какая беда! Какое заблуждение! Жалко вот, что у нас народу очень мало здесь, конечно, интересуется этой проблематикой, это очень жалко! Но скажу вам, что повинны будем в этом невежестве народа, благодаря которому он станет поклонником антихриста. Виновниками являемся кто? Мы! Я говорю – педагоги и священнослужители! Мы не научаем народ! Мы не говорим, где критерий действительно подлинной духовности, а в дел живой! Мы всячески распространяем там-то святое место, там-то чудотворное, там-то течёт икона и так далее! И не понимаем, что в языческом мире эти чудеса происходили! Но ещё сколько чудес происходило такого рода! Почему и предупреждали по этому? Будьте осторожны! Не по чуду надо судить о святости, а по святости нужно судить, что это подлинное чудо или какое-то естественное событие, или даже дьявольское! Всё перевернули! Это такая беда! И поэтому вот основной поток и ринется прямо в пропасть! Потому что ринутся за кем? За чудотворцем! Поэтому святитель Игнатий писал, наш народ может и должен стать орудием гения из гениев, который, наконец, объединит весь мир, ну, я своими словами перелагаю, да, объединит весь мир и станет единым владыкой мира! Вот так! И этому не научаем, этому не предупреждаем, а только чудеса, чудеса возлюбленной братья и сестры! Не понимаем, что чудо нас не изменяет! Изменяет нас покаяние, а не чудо! Покаяние, а не сладость! Дни – это ничего абсолютно! Да, ну, хорошо, друзья мои! Вот поэтому, понимаете, вот эта тема о молитве имеет огромнейшее значение, потому что вот в это всё заблуждение впадаем мы и по той причине, в частности, и по той причине, что совершенно не можем и отличать, и различать между собой истинную молитву от ложной, истинное состояние от ложных состояний. И вот критерий, вот надо, ну, запомнить на всю жизнь надо критерий. Правильное состояние свидетельствуется тем, что человек постепенно ему открывается всё больше вот своя вот эта немощь, греховность, это недолжное состояние совсем, удалённость от Бога как раз. Всё больше смирения приобретается. Смирение, то есть, Господи, я ничего не могу, ты помоги мне. Верую, помоги моему неверию. Как вот правильно сказал вот тот иудей, у которого сын был бесноватый. Вот что является критерием. А не какие-либо другие вещи. Ну, вот, хорошо, всё это, знаете, очень трудно удержаться вот от этих слов, которые я произношу, когда вот наблюдая за тем основным потоком, потоком сознания, который присутствует сейчас. Просто очень-очень трудно. Для нас разные святыни дороже Христа. Евхаристия – вот она. Каждая литургия совершается. Вот он, Христос, сам, сам. На что он нужен? А что от него? А какие череса? Я причащаюсь, вот, знаете, вот причащаюсь, и со мной никакого чуда не произошло. А сходил вот туда, я не называю, во избежание недоразумений, и чудо произошло. Значит, поняли? Всё ясно. Христос-то мне и не нужен. Вот как легко мы можем заблудиться. Ну, ладно, друзья мои, ну, что ж, продолжим мы с вами разговор со странником. Может быть, здесь и что-нибудь интересного найдём. Странникам этой книжечкой, которые увлекались, увлекаются и будут увлекаться. А теперь эта книжечка и в очень-очень многих католических монастырях. Она переведена на языки европейские, и всюду её читают. В монастырях католических назидаются, восторгаются, ищут сладости и прочих всяких вещей. Ну, не только католические. Нам-то понятно. А беда, если у нас, у нас, вот сколько уделяется внимание этому, вот это уже, конечно, куда более серьёзно. Ну, что же, помните, я говорил, что вот тот наставник, с которым встретился странник, кстати, схемонах, ведь мы же очень много придаём значения, кто схи или не схи. Ну, что, я, например, ко мне подходит священник здороваться, потому что, я думаю, я сразу здороваюсь? Я спрашиваю, что митр есть? Нет? А ты... Что? И вот схемонах, а не кто-нибудь, да, советует молодому человеку, который ничего не знает и не понимает, ничего, сразу предлагает ему внешние приёмы совершения молитвы. Внешние приёмы. Причём, какие внешние приёмы? Даже предлагает ему дыхание, как нужно дыхать, с каким словом и как. Предлагает ему количество, какие молитвы, какие критерии предлагает ему, где сосредоточить внимание предлагает. Помните, мы говорили с вами? Обязательно пониже, 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 всё, очень скоро всё взыграется. А повыше вдруг ничего не будет. Понимаете, в чём дело? Всё испытано на опыте, вы слышите? Ведь не просто так это предлагается этому молодому человеку, а узнали, как достичь сладости, о которой пишут цветы, действительно. Вы понимаете, в чём обман-то, в чём прелесть? Учитесь, почему прелесть? Потому что называются те же самые вещи, слова, те же самые. Смотрите, как о сладости, как пишут это святые и блаженные отцы. Он, возьмите, Василиск Сибирский, его наставление, которое записал Зосима, Зосима, это Верховский записал, там он прямо это пишет. Но это же избави Бог нам к этому! это же такое высшее состояние, которое достигается трудным путём. А вот здесь вам, пожалуйста, пять дней, и всё вам в порядке, и вы все в сладости обливаетесь. Вот так вот, да. Итак, вот схемник зачитывает страннику некие строки из Симеона Нового Богослова. Какие же? Сядь безмолвно в уединении, преклони главу, закрой глаза, потише дыши, воображением смотри внутрь сердца, своди ум, то есть мысль, из головы в сердце. Вы, может быть, помните, давно это было, недели две тому назад, когда я зачитывал вам, как опасно преждевременно пытаться насильственно свой ум заставить войти в сердце, паршивец, давай туда. Опасно! К дикой прелести может прийти человек к этому. Это акт, который совершается только Богом. И совершается после чего? После действительно правильной жизни, которая постепенно смиряет человека. Так, а вот здесь, видите, преклони главу, закрой глаза, потише дыши, воображением смотри внутрь сердца, своди ум из головы в сердце. И странник начинает молитву Иисусова изводить, изводить с дыханием в сердце. Прямо по наставлению никого-нибудь кажется, то Семён Новобогослова зачитывал, а то Григорий Синаид тоже самое пишет. А Григорий Синаид-то дальше того, о чём странник никак не хочет, не хочет знать, что пишет о молитве с дыханием. Стоит запомнить, кстати, удерживая и дыхание, слышите, Григорий Синаид пишет. Удерживая и дыхание, то есть движение ума, смежив несколько уста при совершении молитвы, а не дыхание ноздрей, то есть чувственное, как это делают невежие. Этого странника, этот схимник не цитирует. Как же это невежие! Вот, оказывается, что надо сделать-то! Как это делают невежие! Святитель Игнатий по этому поводу пишет очень интересным. Возложение упования на эти пособия, то есть ноздревое дыхание, тихость, вдыхание и выдыхание. Так вот, возложение упования на эти пособия очень опасно, слышите, оказывается, очень опасно, оно не сводит к вещественному, то есть к внешнему, телесному, не сводит к вещественному, неправильному пониманию молитвы, отвлекая от понимания духовного, единого, истинного. Из употреблявших с особенным тщанием вещественные вспомогательные средства достигли преуспения весьма редкие, а расстроились и повредились весьма многие. странник этого не знает. Но если бы даже он знал, он бы, естественно, себя отвёл к какой категории? Весьма редких. Расстроились весьма многие. Вы знаете, это же истинство, человек начинает за чем следить, за тем, как он дышит, как у него происходит. Внимание уже не на молитве, а на дыхании. Как вдыхать? Как выдыхать? Громко или тихо? Да надо потише. Вместо внимания к молитве, понимаете, внимания к своему носу. Игнатий Бринчинов пишет, подвиг умной и сердечной молитвы исправляется, то есть совершается умом не от одного простого, вышеназвенного, естественного художества, через ноздревое дыхание или отсидения при упражнении молитвы в безмолвном и тёмном месте. Да не будет восклицательный знак. Ни тёмное место, ни тихое место, ни ноздревое дыхание, да не будет. Это изобретено божественными отцами не для чего иного, как в некоторые пособия к собранию мысли от обычного парения, то есть рассеянности, и возвращению её мысли к самой себе и к вниманию. Он цитирует Ксанфапулов, этих знаменитых аскетов византийских, на учение которого в добротолюбии можно это прочитать. И поэтому он заключает, Игнатий Вринчинов, советуем возлюбленным братьям не доискиваться открытия в себе этого механизма, если он не откроется сам собою. Не доискиваться! Но дело в том, что мы всегда ищем каких-то внешних таких посредств, чтобы достичь чего-то. Чего бы сделать такое внешнее? Потому что внешнее, оно несравненно легче! Несравненно легче! Ещё бы! Приучить себя к внимательной молитве – ой, как сложно! А внешнее и дышать, и сидеть, и преклонять голову, и так далее – ну, что ж, это можно изобразить! И это не так сложно! И, кстати, я понимаю вот эти издёвки, издёвки, которые можно было встретить у Владимира Соловьёва, нашего философа, затем у Бердяева, которые издевались, просто издевались, конечно, и это не делает им чести. Вот! Они, не понимая и не зная, издевались и даже так писали, что эти афонские стихасты садились на низком стульчике, так, закрывали, прикрывали глаза, прикрывали, не закрывали, и, устремив, сосредоточив своё внимание на пупе, да, видели свет Фаворский. Понимаете? Прямо такой сарказм такой, сарказм. Но откуда он происходил? Во-первых, они просто полные невежды были в понимании вот этого делания Исихадского. Я говорю, о Соловьёве, Бердяеве, их просто читаешь, диву даёшься! Хотя бы немножко посмотрели бы и увидели, как они различают истины от ложного. А это в одну кучу смешать познание добра и зла. И вот с таким издевательством писали. Но я думаю, что в чём-то они были правы. В чём? Что действительно, когда принимаются за это внешнее искусственное делание, то действительно они приходят вот к таким вещам, которые невольно вызывают только иронию. Поэтому святитель Игнатий напоминает и пишет замечательные строки. «Видишь юного летящего на небо, стащи его за ноги на землю». Юного что значит? Вот мечтатель! Юный, он же всегда крема отличается мечтательностью. Ещё чуть-чуть и золотая медаль у меня на шее. Мечтательность вот они предупреждают. это достигается путём медленным, спокойным, разумным, а не прыганием в небеса. Вот в отношении теперь вопроса о количестве и качестве молитв. Вопрос, кстати, тоже очень важный. Святитель Игнатий вот даёт какой совет. первоначально положи себе кстати скажу даёт совет но кому? Людям, которые которые вступили на монашеский путь жизни. Неважно послушник он или постриг принят, но который уже вступил в монастырь с этой целью на монашеский путь жизни. Для мирян это очень редко кто из мирян способен воспринять этот совет способен по условиям даже жизни. Поэтому его совет такой, посмотрите, первоначально положи себе произносить сто молитв Иисусова с вниманием и неспешностью. Ой, если бы вот сейчас мы с ним были, я бы сказал, владыка, а нам сколько вы сказали? к игумну Никону однажды пришла одна женщина образованная, московский врач, кандидат медицинских наук. Батюшка, я вышла на пенсию, вот дайте мне, пожалуйста, вот правило, сколько молитв Иисусовых. Он отказывался, это при мне было. Но она настойчив, всё-таки, вы знаете, я вот хочу всё-таки заняться духовным деланием и так далее. Знаете, духовным деланием, батюшка. Да, вот бывают такие. Он, значит, сидит, молчит и говорит, ну, ладно, ладно, хорошо, но вот десять молитв Иисусовых. Как она обиделась, оскорбилась! Десять молитв Иисусовых. Батюшка, вы шутите? Я помню. Он молчит. Ну, вы серьёзно? Он так сказать, ну, я сказал, вы смотрите, на том окончился разговор, а через неделю она пришла и, вы знаете, вы знаете, я вот утром встаю, хочу сделать десять молитв, но не могу, я думаю, днём. Днём мне никак не хватает времени, я думаю, вечером, вечером я не могу спать хочу. Я никак не могу сделать десять молитв Иисусов, как вы говорите, чтобы с вниманием и покаянием. Это была, вы знаете, замечательная. Я так рад, что это произошло на моих глазах. Какой вы знаете, это замечательный опыт. Десять молитв, смех один, да? Поэтому, говорю, вот сто молитв, пишет святитель Игнатий, это пишет для кого? Те, кто вступают, вступают в монашеское делание, при условии каком? Не том, в каком находится большинство, подавляясь, современных монастырей, когда монахам, когда монахам некогда и заняться молитвой, а когда действительно отводится время, когда он может действительно спокойно или встать на колени, или просто стоять, или сесть, и действительно постараться с вниманием, благоговением и покаянием совершить сто молитв. И это непросто. Вот, к сожалению, мы в духовных школах даже не проводим такого эксперимента. Сколько молитв мы можем взять, начать и с вниманием, и покаянием совершить? Вот спокойно сесть, кто, много ли и студентов духовных школ пытается это сделать? Но о преподавателях я не говорю. Профессора, они уже выше. Я говорю о студентах, так что вы не ошибаетесь. Слышите? Почти никто, а боюсь, что как бы никто. Вот дожили духовная школа. Слышите? И ещё хуже, если это духовный монастырь, и если там нет. Потому что сто молитв так проскочить, это можно. Это можно. Господи Иисусе, как в Тебе помилуй меня. Господи Иисусе, как в Тебе помилуй меня. Раз, 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 и сотенку отсчитал. А ты помолился хоть раз? Нет, конечно. Ни разу. А можно пройти сто и тысячу. Он предупреждает с вниманием благовением и неспешностью. И пишет дальше. Впоследствии, значит, сначала сто. Если увидите, что можешь произнести большее, впоследствии, а когда наступает это последствие, ой, не скоро. Если увидишь, что можешь произнести, присовокупи другие сто. Сто? Не тысячу? Да что ж это такое? Ещё только сто! С течением времени, смотря по надобности, можешь ещё умножить число произносимых молитв. На неспешные и внимательные произнесения ста молитвы Иисусовой потребно времени тридцать минут. Не произноси молитву спешно. Делай после каждой молитвы краткий отдых. Вы слышите, почему тридцать минут-то? После каждой молитвы краткий отдых. И тем способствуй уму сосредоточиваться. Безостановочное произнесение молитвы рассеивает ум. Каждый может проверить. Слышите? Молитва – это практическая стена. Каждый может проверить. Попробуйте быстро. И что будет? Существенными принадлежностями этой молитвы должны быть внимание заключение ума в словомолитве подчёркиваю дальше крайняя неспешность. Слышите? Крайняя неспешность при произнесении её и сокрушении духа. Вот как вы думаете, это что? Вы думаете, это случайно? Ясно, тёмная сила действует. Потому что говорим о весьма полезных вещах. Что же страннику нашему советуется? Вот тебе чётки по ним совершай на первый раз хоть по три тысячи молитв в день. Хотя бы по три тысячи. Красота! Мальчишки, которые никогда ничего не знали, которые просто интересны, как это можно непрестанно молиться, сразу три тысячи. Дня два, рассказывает странник, мне было трудновато. Всего дня два. А потом так сделалось легко и желательно. Я выявил всем старцу. И он приказал мне уже по шести тысяч молитв совершать в день. Теперь уже целую неделю я в уединённом моём шалаше проходил каждодневно по шесть тысяч молитв Иисусовых и привык к ней в неделю. А через десять дней старец повелел неупустительно совершать по двенадцать тысяч молитв в день. Слышите? Три тысячи через два дня шесть тысяч, через неделю двенадцать тысяч. Вы знаете, вот когда эти цифры мы произносим, тот человек, который никогда не пытался даже совершать молитву Иисусова, не пытался, попытался вот хотя бы сто, сто сделать, тот, кто никогда не пытался, он, ну что же, ну, почему бы? Ну, и по три можно, и по шесть. Это говорит человек, которому всё равно что сказать, что почему не перепрыгнуть через там трёхметровый забор? Это просто настолько противоестественно буквально те советы, которые даются этому бедному страннику. И после того, как двенадцать тысяч ему было сказано, делать он, пишет, на первый день едва-едва успел в поздний вечер окончить моё двенадцатитысячное правило. Здорово! Вот так! На другой день совершил уже его легко и с удовольствием. Итак, день пять исполнял верно и получил приятность и охоту. Дальше желание творить эту молитву с такой же, таким же образом, да, стало настолько непреодолимым, что он даже стал заменять и утренние правила этой молитвы. И весь день провёл я в радости и с лёгкостью окончил двенадцать тысяч молитв в ранний вечер, то есть даже не за весь день, а в ранний вечер. После этого старец разрешил уже творить молитву Иисусу ему сколько хочешь. Чем больше, тем лучше. Так, вы видите, буквально в короткий срок, я не знаю, месяц прошёл или нет, этот странник достиг того состояния, которого достигали истинные подвижники, я не знаю, годами или десятилетиями. Святитель Игнатий писал, что на переход этот от молитвы рассеянной, конечно, от молитвы немного и к многому, на переход этот нужны многие годы. И это не просто так. Он писал, новоначальные иноки нуждаются в продолжительном времени для обучения молитве. Невозможно вскоре по вступлению в монастырь или по вступлению в подвиг достичь этой верховной добродетели. Нужны и время, и постепенность в подвиге, чтобы подвижник созрел для молитвы во всех отношениях. Странник дальше пишет, месяцев пять проведший уединённо всем молитвенным занятием и наслаждением помянутыми ощущениями, я так привык к сердечной молитве, что упражнялся в ней беспрестанно. И, наконец, почувствовал, что молитва уже сама собою, без всякого со стороны моего побуждения, производится и изрекается в уме моём и сердце. Не только в бодрственном состоянии, но даже и во сне действует точно так же и ни от чего не прерывается, не перестаёт ни на малейшую секунду, месяцев пять. А вы знаете, что? Попробуйте, вот, вы-то можете, у вас есть, наверное, всякие счётчики, попробуйте посчитать. Если даже вот 12 тысяч, даже кратких молитв Иисусовых, вот сколько времени потребуется на это? Ну, такое краткое, это Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Для полной молитвы это полная есть Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Вот. Сколько времени потребуется? Сколько часов надо отвезти из этих 24 часов? Получается, вы знаете, цифры очень и очень непростые. Я говорю, цифры часов. Если следовать правилу, о котором говорит Игнатий Бринчанинов, для неспешного произнесения, да, то даже вот такая краткая молитва Иисусовым, если взять, что странник, допустим, ну, не тратит время есть, пить там, ну, пусть он спит только сколько там, шесть часов, то это потребуется около сорока часов. А если полную молитву Иисусовым, это порядка шестидесяти часов в сутки. если кто не верит, что в сутки можно шестьдесят часов, тот неверующий человек просто. Попробуйте только, если именно так, как советуют неспешно, с вниманием, делая краткую паузу между каждой молитвой. Потребует фантастическое время. А если не такое время, тогда во что это превращается молитва? В чём состоит достоинство молитвы, пишет святитель Игнатий? Состоит единственно в качестве, а не в количестве. Качество истинной молитвы состоит в том, когда ум во время молитвы находится во внимании, а сердце в сочувствии уму. Новоначальным должно заниматься молитвой понемногу, но часто. Особенно способствует сохранению внимания во время молитвы весьма неспешное произнесение слов молитвы. Опять неспешное. заниматься, слышите, понемногу, но часто. Почему? Очень простая причина. Мы можем читать какой-нибудь интересный приключенческий роман, не отрываясь несколько часов и забыв обо всём. Как только стали на молитву, всё! Поехал по всей вселенной. Невозможно буквально. Куда тает внимание куда? Это удивительное дело. Как только молиться, всё внимание улетучивается. свидетель Игнатий в связи с этим предупреждает самым серьёзным образом. Все виды бесовской прелести, которым подвергается подвижник молитвы, возникают из того, что в основании молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душою, целью молитвы. Слышите, что покаяние у Транника совсем другое? А покаяние у него вообще практически почти ничего не говорится на протяжении всей книги. Редко иногда он скажет «я грешный» или что-то такое. Почти ничего. А вот смотрите, что он пишет, Странник. «Я многих видал, которые просто без всякого просветительского наставления и не зная, что есть внимание». Слышите даже? «И не зная, что есть внимание, сами собой устно творя беспрестанную Иисусову молитву достигали того, что уста и язык не могли удерживаться от изречения молитвы». Уста и язык очень показательно. «Которая впоследствии так их усладила и просветила и из слабых и нерадивых сделала подвижниками и поборниками добродетели». Уста и язык. Господи, Боже мой! Так и невольно вспоминаются слова преподобного Серафима, Серафима Почаевского, Серафима. Может быть, помните, когда к нему пришёл один монах и сказал, что я имею непрестанную молитву, на что он ему ответил, нет у тебя никакой молитвы, ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к руганию. Непрестанная была молитва. и пришёл, возвестилась об этом старцу, этому архимандриту Серафиму. Как другие привыкают к руганию. То, что уста и язык привыкают, ни о чём не говорит. Приходится всё время постоянно повторять. Ну, нельзя же научиться играть на фортепиано, барабане, просто, без всякого внимания. Ну, невозможно, никогда не научишься. С большим вниманием, где это до, где ре. Как неспешно начинают это разбираться в этой клавиатуре. То же самое и в молитве. Нет другого пути. А здесь очень быстро привыкают до уста, и язык. Верно, что уста и язык. Вы знаете, вот эта вот привычка, о которой пишет странник, и которая часто некоторым воспринимается как уже какое-то духовное достижение, когда он непрерывно, знаете ли, идёт и, кажется, бормочет. У нас такой был здесь в Академии, так, один архимандрит. прям вот так, прям слух идёт, всё это такое, да, говорит. А когда к нему одна женщина пришла на исповедь, после так она с ужасом рассказывала. Ну, я вам говорил тогда, что, слава богу, что я не молодая девушка уже, иначе я вышел после этой исповеди совершенно развращённой. О таких мерзостях, с такими подробностями этот человек начинает, да, выпытывать буквально душу. Нет этого у святых. Святые высшей степени целомудренны, если хотите, стеснительны, деликатны. И совершенно другую картину мы видим, как часто эти, да, начинают генеральную исповедь. Как саентологи, точно, точно. Оказывается, всё, уже опыт показал, нашли способ воздействия на душу. Саентологи, никакого бога, ничего им не надо. Докапывается всё. Так-то вот это, говорит, что сделал это, а дальше, 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 дальше. А вот здесь, а как, а при каких обстоятиях, а каким образом? Вы слышите? Всё до мелочей, всё начинается. А что нашли? Нашли очень интересную вещь. Вы не думаете, что это просто так. И что у нас некоторые псевдодуховники начинают заниматься такой саентологической исповедью. Оказывается, указ уже давным-давно уже открыто, открыто, открыто что? в совершении так называемых мантр. Мантра – это слово или совокупность маленькой, два-три слова. Это в индуизме. Оказывается, если произносить, стараться постоянно, дойдя до непрестанности, то это воздействует необычайно на психику человека. Причём, эти психические состояния, естественно, действуют на само тело. И человек достигает каких-то внутренних состояний. То состояние, которое святые отцы называют прелестью, то есть у него и блаженные какие-то переживания могут возникать, и он мало может уже есть и пить и так далее. На самом деле, это нервно-психические состояния, которые у христианских подвижников, не понимающих основ духовной жизни и правильной молитвы, могут восприниматься как действия благодати. Это страшное заблуждение, к которому приходят люди. И ещё раз смотря, как это достигается? Вот этим беспрестанным произнесением этих слов молитвы. Беспрестанным произнесением. Без внимания, без покаяния и, соответственно, без благоговения. Потому что подумайте только, вот эти тысячи моментальных, которых достиг тысячи молитв, этот бедный странник. Что это могло быть? Каким образом это? Это повторение просто, механическое повторение. Это повторение действительно мантр. Только эти слова, этих мантр только были не какой-нибудь на языке хинди, а на русском языке или на греческом. Неважно. я уже, по-моему, приводил вам, приводил слова Макария Великого, который говорил о некоторых душах, которые увлекаются всякими такими вещами, кажется, достигают каких-то состояний, но которые находятся в очень опасном положении. И он прямо советовал ни в коем случае не обращаться к ним за наставлениями. Как пишут, не верятся поспешно и легкомысленно наставлениям таких старцев. Некоторые из них кончали жизнь самоубийством, достигая, как кажется, великих дарований, даже прозрений, даже чудес, уж не говоря о внутренних переживаниях. Почему? Опять повторяю, в основании молитвы не было положено осознание своей греховности, не было положено покаяние, а положено что? Искание духовных совершенств. Вот она где беда! Исаак Сирин даже таких, как кажется, по внешности святых, говорил даже так – такие недостойны называться святыми. А вот странник приводит весьма понравившееся ему наставление одного священника. В чём состояли эти слова? чтобы просветиться духовно и быть внимательным и внутренним человеком, следует взять какой-нибудь текст из священного писания и как можно дольше держать его, держать на нём одном всё внимание и размышления, и откроется свет разумения. Очень мне понравилось сие наставления священника. это где же мы найдём такое? Да, отцы призывают к Богом мыслью. Подчас нужно думать и о том, и о другом месте, стараться понять, чтобы не впасть в заблуждение, а здесь это что? Любое, не важно. и потом занимайся им как можно дольше, на днём, на одном, только содержать всё своё внимание. А вот ещё одно наседание схемника, который странник принимает без всякого сомнения и рассуждения. для спасения ничего более не нужно, как всегдашняя молитва. Молись и делай, что хочешь, и ты достигнешь цели молитвы. Молись и мысли, что хочешь, и мысль твоя очистится молитвою. Да! Интересно, какой это из святых отцов, когда говорил такое, чтобы свести? Да, молитва великое дело, совершенное делание, но здесь, знаете, какие строгие советы? Сейчас я, сейчас, по-видимому, я вам скажу, а пока, пока только продолжу рассказ странника. Иду иногда верст по 70 и более в день. Кто-нибудь ходил пешком на далёкие расстояния? Вы знаете, пройти даже 25 километров – это очень непросто. 25 километров, а тут верст по 70 и более в день. И не чувствую, что иду. Когда сильный холод прохватит меня, я начну напряжение, напряжение творить молитву, и скоро весь согреюсь. Если голод меня начнёт одолевать, я стану чаще призывать имя Иисуса Христа и забуду, что хотелось есть. Когда сделаюсь болен, стану внимать молитве, и боли не слышу. видите, оказывается, какое универсальное прекрасное средство. Вот эти состояния очень хорошо описывает Игнатий Бринчининов в тех случаях, которые происходили в его жизни. В одном случае он пишет о чиновнике, который занимался усиленным молитвенным подвигом. Оказалось, что чиновник употреблял образ молитвы, описанный святым Симеоном. Ну, представь себе, вообрази себе. Симеоном разгорячил воображение и кровь, причём человек делается в этом состоянии очень способным усиленному посту и бдению. Чиновник видел свет телесными очами, благоухание, сладость, которые он ощущал, были также чувственными. Дальше святитель Игнатий пишет, что действительно принимают участие в благодатном видении и телесные чувства у святых, но тогда, когда тело перейдёт из состояния страстного в состояние бесстрастное. А вот это уже он другой случай описывает. А монах начал уговаривать... Нет, здесь под монахом разумеется самого себя. Монах стал уговаривать этого чиновника, чтобы он оставил употребляемый им способ молитвы, объясняя и неправильность способа, и неправильное состояние, доставляемого способом. С ожесточением воспротивился чиновник совету. «Как отказаться мне от явной благодати?» возражал он. Подобный же случай святых Игнатий описывает и с афонским схемонахом. Оказалось, что Иросхемонах носит вериги, почти не спит, мало вкушает пищи, чувствует в теле такой жар, что зимою не нуждается в тёплой одежде. К концу беседы пришло мне на память на мысль поступить следующим образом. Я стал просить Афонса, чтобы он, как постник и подвижник, испытал над собой способ, преподанный святыми отцами, состоящий в том, чтобы ум во время молитвы был совершенно чужд всякого мечтания, погружался весь во внимание словам молитвы, заключался и вмещался по выражению святого Иоанна Лесевичника в словах молитвы. Когда ты испытаешь над собой, сказал я Афонсу, то сообщи и мне о плоде опыта. Для меня самого такой способ неудобен по развлечённой жизни, проводимой мною. Афонец охотно согласился на моё предложение. Через несколько дней приходит он ко мне и говорит, что сделал ты со мною? А что? Да как я попробовал помолиться с вниманием, заключая ум слова молитвы, то все мои видения пропали, и уже не могу возвратиться к ним. Я, по-моему, это, по-моему, зачитывал. Видите, и не могу даже возвратиться. Слышите, когда правильно слова молитвы, то есть, действительно, внимание и само чувство, которое вложено в эти слова, должно присутствовать. Кстати, то же самое уже, оказывается, начинало и начинает практиковаться и даже и у нас, и у некоторыми, некоторыми, да. Вот, в частности, афонский подвижник Харалампий, он прямо советует то же самое. Вы, может быть, знаете эту книгу, наставник молитвы Иисусовой, я её купил здесь, в Лавре, да, Харалампий. Что он, да, советует, советует молодому, не монаху, юноше. Первое упражнение заключается в том, чтобы произносить молитву устами вслух, причём как можно более отчётливо и быстро. Слышите? Отчётливо и быстро. Если ты быстро-быстро произносишь её устами, сатане не так-то просто успеть посредством различных помыслов вернуть тебя в рассеяние. Вы подумайте. Прямо противоположное. Итак, начинаем первый урок. я дам тебе эти чётки трёхсотницу, и с вечера ты вместе с нами совершишь бдение. Будешь читать девять чёток Спасителю, Господи Иисусе Христе, помилуй мя, и три Божьей Матери, Пресвятая Богородица, спаси мя. Протянув двенадцать чёток, начинай новый круг. Это сразу. Вечером пришёл, сразу ему вручает. Причём двенадцать чёток протянув, двенадцать – это сколько? Три тысячи шестьсот молитв. Начинай новый круг. И дальше вот что это произошло. После того, как были протянуты первые несколько чёток, некоторая сладость мало-помалу стала проистекать из гортани и ощущаться на языке и губах. Так что молодой человек с чувством великой благодарности непрерывно повторял божественные слова молитвы. Не прошло и часа, как он закончил первые двенадцать трёхсотец. Не прошло и часа, двенадцать, то есть три тысячи шестьсот. Насколько я понимаю, то три тысячи шестьсот – это как раз секунд в шестидесяти минутах, да? Не прошло и часа. В конце четвёртого круга это четырнадцать тысяч четыреста молитв. Его душа внезапно затрепетала от слёз словословия и благодарения сразу одним махом. Ну, вообще, вы подумайте только. Возьмите часы, попробуйте, в секунду сможете произнести? за час три тысячи шестьсот. Даже не прошло часа. Ну, пусть час. Двенадцать тысяч. Это сейчас нам продают, дают в кассе наставления молодому человеку. то, который только пришёл. Ему сразу огромнейшее правило. Причём, как произносить молитву быстро-быстро, безостановочно? То есть, точно наоборот. Вы обратили внимание? А дальше, когда этот молодой человек сказал, что с ним происходит, отец Харалампий говорит ему, а я на один вдох-выдох могу произнести сто-двести молитв. Причём, это в книге, я вам цитирую, написано, этот молодой человек как произносил молитву. Цитирую. Его язык, как моторчик, непрерывно повторял односложную Иисусову молитву. В течение скольких часов? Попробуйте, сколько надо времени, чтобы произнести четырнадцать с половиной тысяч? Что пишет Игнатий Брянчининов? Во-первых, при такой скорости и таком количестве человек, который только что пришёл, ни о каком внимании речи не может идти. А без внимания, вот он пишет, это не молитва, она мертва, она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Вот, оказывается, куда мы идём. Кстати, ещё раз напоминаю, что метод этого быстро-быстрого произнесения слова молитвы, да, это известный способ. Это известный. Об этом мы можем почитать в индуистских книгах. Есть такая мантра джапа, где прямо рекомендуется произносить вот таким образом эти мантры, и человек достигает состояния самадхи. То есть, это блаженно, это сладости, это восторга и так далее. Видимо, быстрое произнесение в течение длительного какого-то времени приводит психику в какое-то состояние самоэкзальтации. Это чисто психологический феномен. Как он противоречит святым отцам! Полностью противоречит! Мы же обращаемся к Богу! С чем обращаемся? С молитвой! О чём обращаемся? О грехах! О покаянии! Здесь об этом и речи нет! Поэтому святитель Игнатий пишет «Если же кто бы то ни был движимый по выражению святого Иоанна Лесющика гордостным усердием слышите? гордостным усердием ищет получить преждевременно сладость духовную или сердечное молитвенное действие или какое другое духовное дарование приличествующее естество обновлённому тот неминуемо впадает в прелесть каким бы образом молитвы он не занимался псалмопением ли или Иисусовой молитвой. Сознание своей греховности, сознание своей немощи, своего ничтожества необходимы условий для того, чтобы молитва была милостиво принята и услышана Богом. Ни у странника, ни у хоролампи мы не находим этого предупреждения. об этом очень ярко свидетельствует и в конце странника это его есть три ключа к внутренней молитвенной сокровищнице, где в перечислении самых основных свойств молитвы осознание именно своей греховности, своей немощи, как необходимых условий принятия молитвы. Не сказано ни слова. Слона-то я и не приметил. Попробуйте построить здание просто на земле, и чем выше это здание, тем ужаснее будет его разрушение. У нас, хотя просто шалаш, или даже не знаю что, или даже шалаша нет, и поэтому еще, да, где есть, там и есть. А когда просто на земле строят здание, то берегись, голубчик. Вот это тогда и называется великим падением. Великим, потому что разрушение будет носить катастрофический характер. Ну, вот эти откровенные рассказы странника всегда увлекают людей, которые, ну, как и всегда мы ищем сразу чего-нибудь такого быстрого и совершенного. Вот. Совершенно незнакомых привлекают людей со святоотеческим опытом молитвы. Вот. Потому что они привлекают что очень быстро, эффективное средство без всякой борьбы со своими страстями в рассказах вы не найдёте нигде. Никакой борьбы со страстями. Ничего этого нет. Без борьбы со страстями достичь, представляете, ни холода, ни голода, ни болезни, сладость, блаженство, всё, что угодно. Как легко увлечь людей этим. Как я уже вам говорил, что одно время даже святитель Феофан – возможно, он тогда ещё не был святителем, да, был епископом Феофаном, увлёкся этим. Даже предприняли издание к этим рассказам. Это было третье издание. Однако потом, вот его я говорю, много раз говорю, его путь жизни очень показательный. Потом ему опыт показал ему, и в конце жизни он писал. Книжка рассказы странника внешний чин дела изображает, описание отеческие внутренней. В книгу рассказы не смотрите, там есть советы непригожие для вас, которые могут повесть к прелести. Здорово! некоторые находят слова, где Феофан рекомендует это, рассказы странника, а об этом забывают. А нужно всё-таки смотреть на более позднее, а не на раннее, потому что святитель Феофан может найти немало всяких вещей, которые он, так сказать, ещё достаточно юные, что ли, скажем, годы говорил. Нужно быть очень осторожным. Он говорил о мировой душе, она была осуждена на Пятом Вселенском соборе. Он спорил с Игнатием Ленчаниновым, что душа и ангел не тело, а дух. А в последних письмах прямо признаёт о том, что у ангеловой души есть тела, эфирные, прямо само слово даже употребляет. Ну, это, видимо, то слово, которое употреблялось в XIX веке. У него многие вещи. То он говорил, писал, кому-то советовал переводить какую-то католическую книжку, да, потом, ой, что он пишет о католицизме, ой-ой-ой, да, такая критика, что, боже мой, имейте в виду, пожалуйста, нельзя никогда, нельзя смотреть всё сразу на все сочинения даже святого человека нельзя смотреть уже как на безусловный авторитет. Безусловный авторитет – вот у них древние отцы. И потом, и в наших, и в позднейших отцах истина то, что действительно соответствует критериям и опыту вот этих, этого сонма. Вы слышите, почему я говорю древних? Их огромное количество, что они все говорят о духовной жизни. Это действительно тогда критерий. И вот мы видим на святителе Игнате и Феофане как раз мы видим, как он постепенно, постепенно возрастал духовно, его видение открывалось, и многие довольно вещи, которые он раньше, так сказать, ну, принимал, он потом их отверг. Прямо отверг решительно. вот так. Ну, вот так, друзья мои, как же можно беспрестанно молиться? С этого странник начал свои искания пути. Слышите, с чего? Не с сознания своей греховности. Ну, ладно, он был молодой, он же не понимал. И действительно, это могло увлечь. Как это можно непрестанно молиться? Ну, потом-то, потом! И потом, видите, что так и закончилось тем же. Главнейшее условие, при котором молитва только может быть, это условие осознания своей греховности, молитвы о грехах. Как мы уже говорили с вами, это осознание имеет несколько ступеней, начинается с видения самых крупных грехов, когда кого-то я оскорбил, кого-то обманул, да, потом переходит к более мелким грехам, которые совершаются в моей душе, в моих помостах, желаниях. Наконец, если человек и с этим борется, то ему открываются уже не просто грехи, а открывается состояние греховности своей души, самой греховности души. И оказывается, что все наши добродетели, так называемые, они все повреждены, к великому сожалению, но умом мы можем это видеть при условии, при условии, если критерием, критерием нашего отношения к себе является святоотеческое учение, а не просто какие-нибудь красивые или некрасивые, неважно, рассказы о духовной жизни. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok